А начну этот выпуск с небольшой предыстории. Дело в том, что вчера вечером, пытаясь обновить Calamity мод, я вбил его в строку поиска в Temod Loader'е и обнаружил целую кучу дополнений, так называемых аддонов, на эту модификацию. И я очень пожалел, что их раньше не замечал. Да, я был наслышан о том же Inferno'ме, о многих подобных аддончиках, но особо никогда их не качал на свой комп. И скажу сразу, это была большая ошибка. И поэтому не совершайте ее и вы. Ведь эти аддоны прекрасно дополняют ваше времяпровождение в Calamity моде. Что ж, поехали. А начнем мы с аддона Melee Effects. Это не только аддон на Calamity мод, в принципе его можно сочетать и с ванильной террарией. Но в чем прикол? Он обновляет все мечи с Melee и True Melee атаками и делает их куда более интересными. Ну просто посмотрите, например, Мяумур. Во-первых, он фигачит с такой анимацией. Я считаю это очень красиво. К тому же она на рандом бьет либо вшире, либо вдаль. И делает возможным сделать вашу игру намного более интересной и насыщенной спецэффектами. Но, а также добавляет интересную функцию. Если вы зажмете правую кнопку мыши и, скажем так, доведете эту линию до конца, то вы выстрелите ульта... Как это сказать? Ну, в общем, необычной атакой, которая наносит намного больше урона. В принципе, этот мод не ломает баланс, если не учитывать этот ледяной клинок, который просто становится имбой с этим аддончиком. Потому что, скажем так, он выпадает в самом начале игры, но наносит просто огромный урон. Вот, как видите, 400. Там до 500 доходит. Это без брониаксуаров. Вот реально. Ну, а в принципе, если не учитывать некоторые подобные, скажем так, недочеты в балансе, этот мод весьма интересный, красивый, и я вам советую его использовать. Ну, вот, как вы видите, насколько красивым он делает ваши атаки. Ну, и, конечно, это работает и с оружием из Calamity Mod. Как я уже и сказал, этот аддон был сделан специально для него. Calamity Unofficial Vibes. Этот мод просто необходим для тех, кто проходит террарию Calamity Mod с хлыстами на класс призывателя. Дело в том, что он добавляет аж 16 хлыстов и 5 аксессуаров на них. И, ну, просто посмотрите хотя бы на вот этот вот хлыст от... В постполтергасте его можно вроде скрафтить. Вот на этот прикольный хлыст в пост... Бокс Лизи вроде как, если не ошибаюсь. Да, это именно постбокс Лизи. Этим можно прекрасно убивать стену плоти. Правда, не знаю, зачем он в две стороны бьет. Это очень неудобно, но выглядит красиво. И разработчик этого мода явно сделал его с душой. Потому что здесь огромное количество хлыстов, которые прекрасно помогут вам в прохождении данного мода. И это не только вписывается в тематику ванильной террари, но и в тематику Calamity Mod. Alternative Dry Down Music. Этот мод состоит из двух предметов. Это вот такая вот шкатулочка и вот такие вот наушнички. Шкатулочку можно поставить и включить, выключить. А наушники поставить в избранное с помощью альта. И оставить в инвентаре. Она будет играть у вас на заднем фоне. В принципе, музыка не такая уж и крутая, поэтому мод... Ну, аддон на любителя. Ну, а вот следующий мод тоже связан с музыкой, но он намного-намного лучше. Я бы сказал, что его тоже, если у вас мощные компы, и они тянут больше одного Calamity Mod Music, скачайте Unofficial Calamity Mod Music. Вот, как вы видите, здесь огромное количество песен, которые есть, скажем так, на Ютубе, но пока что не добавлены в официальную Calamity. Не знаю почему, но да ладно. Я надеюсь, скоро это исправят. И давайте просто послушаем хотя бы то, как звучит та же пустыня. Это, на самом деле, если вы будете использовать этот мод в своих прохождениях, вы просто поймёте, почему я его так сильно люблю. Он добавляет атмосферы Calamity Mod в игру. Именно Calamity Mod, а не в Анина Террари, которая несерьёзная, такая немного весёлая, мемовая. А Calamity Mod максимально суровый, злобный, и имеет такую вот напряжённую обстановочку. И поэтому этот мод обязательен для использования, если у вас нормальные машины, и если вы хотите прям полностью погрузиться в игру. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну, я думаю, я смог вас убедить в том, что этот мод вам просто необходим. И сразу скажу, я могу иногда тупить и говорить название модов неправильно. И поэтому читайте то, что написано в тексте в видео, либо в описании. Это то, каким образом вы можете найти эти моды в поисковой строке в Temod Loader 1.4. Ну, а мы поехали дальше. Это Calamity More Flamethrowers. Мод на огнемёты. Он добавляет аж 17 огнемётов, и это весьма неплохо на класс стрелка. Поэтому всем советую. И я вам покажу сейчас самые лучшие из них, на мой взгляд. Что же, пробегаемся быстренько. Если вы хотите углубленно изучить эту тему, то качайте чит-чит, этот мод, и вот здесь втащите в модификациях предметы из него. Вот, как вы видите, таким образом мы находим их все. Ну что ж, погнали. По пласту это не обзор этого мода, ещё раз повторяю. Поэтому мы пройдёмся быстренько. Это вот такая вот пушечка после полтергаста. Дело в том, что она стреляет в обратную сторону от той, куда вы целитесь. Это интересная механика. Вот такая вот, которая расходится в разные стороны. Это идеально против толпы. Вот такая вот, которая близко только атакует вблизи после старого герцога. И тоже интересно для держания толпы, потому что у неё очень большой урон. Вот такая вот замораживающая пушечка. Вот подобная пушка Равай, Рувейджера, которая стреляет немного необычными снарядами. И к тому же это как дробовик, а не просто огнемёт. Вот такое вот оружие, которое максимально медленное в бою, но очень эффективное в начале игры против ваших врагов. И вот такое вот оружие уже в пост механических боссов Дрейдона. И оно расходится после попадания по цели. Если честно, это не самое эффективное оружие. Далеко не самое. Но у него интересная механика. И, пожалуй, одна из самых интересных механик вот у этого огнемёта, который расходится в три стороны, по моему мнению, и проходит также через стены. Это уже пост Провиденс. Что ж, следующий на очереди мод это Эмо Экспэншн. Он добавляет огромное количество разнообразной амуниции, а точнее 18 штук. И это упрощает вашу игру, если вы играете за стрелка. Ну и к тому же делает её куда более интересно. Дело в том, что разработчики Каламин Тимода упустили огромное количество интересных крафтов, которые могли бы быть в игре, и они просто не добавили вот эту вот амуницию. Ну, а теперь с помощью этого мода мы исправляем старую ошибку Фабзола. Разбирать всю амуницию из этого мода сейчас подробно я не буду. Сделать это у себя в своём маленьком мерке. Ну, а я покажу вам, например, интересные вот такие вот зелёные патроны, которые выстреливают как из дробовика. Правда, это не совсем эффективно из-за их короткой дистанции, но для удержания толпы в начале игры весьма прикольное оружие, амуниция. Ну, и вот такие вот электрические стрелы есть с интересной механикой поражения ваших противников. Ну и очень много чего другого. Ну и окей. Теперь мы подходим к нашему одному из самых интересных аддонов Каламин Тимода, по моему мнению. Это Каталист Мод. Как вы видите, вот такое вот огромное количество предметов он добавляет в игру. Это всё связано с астрогильдонской тематикой. Это был босс, которого вырезали из игры, добавили вместо него Астру Ауроса. Но теперь это чуть ли не супер босс наравне с Эйдолонским червём. Да, вначале он кажется довольно слабеньким, хоть у него небольшая, ну, довольно, скажем так, огромная защита. Но всё же его пробить считается возможным, хорошим оружием. Но во второй, в своей второй фазе, ну, во-первых, он начинает превращаться в какого-то 3D босса в 2D игре и призывать вот подобную атаку. Но это ещё далеко не всё. Ведь дело в том, что во второй фазе, по-настоящему второй, он превращается вот в такого вот агрессивного чела. Я не знаю, как назвать вот эту вот сферу. Ну и эта сфера очень сильно хочет вас убить. Происходит вот такое вот перевоплощение местности. Вокруг вас витает вот такой вот многоугольник, выходить за которого вы просто не сможете физически, потому что вас обратно будут притягивать. И именно здесь вам придётся сражаться с ним, чем-то похожее на Fargo Souls мод, где финальный мутант превращал, ну, скажем так, открывал вот примерно такую же сферу, из которой вы не могли выйти, и должно быть сражаться вот в подобной узкой арене. Но здесь это выглядит ещё круче, прям намного в разы. И сражаться с этим боссом максимально сложно, даже в конце игры. Вам придётся поднатужиться, чтобы его одолеть. Но я бы не сказал, что это прям супер босс наравне с Эйдалонским червём, просто по сложности он реально может вам навалять. И придётся готовиться к нему довольно долго, и потратить огромное количество пыток, чтобы наконец-то одержать победу над ним. Ведь у него огромное количество разнообразных атак, и да и круг, который постоянно сужается, просто будет вас постоянно напрягать. Но атак босс победимый. Я... да, я сейчас в гадмоде. И не надо, пожалуйста, писать, что типа, чей, алхаха, лох, победить его просто так не можешь. Просто мне сейчас лень искать аксы. Но атаки обязательно в своём прохождении террария. Буду даже стримить по этой новой версии. Попробую убить этого босса, скажем так, сразу после лунного лорда. Я псих, да, согласен, мазохист какой-то. Ну, а что можно сказать по поводу самого босс-файта? То, как это выполнено, мне просто кажется, это какое-то новое поколение реализации босс-файтов в Calamity моде. И разработчику этого мода просто огромнейший респект за то, что сделал продобный шедевр. Ну, а мы переходим дальше. Хотя нет, не идём. Я вам покажу ещё, каким образом эта битва завершается. Он начинает метать у нас такие вот метеориты. Я вам сразу же уворачиваться от всех этих атак в этой фазе. Максимально сложно, потому что круг всё сужается, сужается, атаки только прибавляются в количестве. Но в конце, если вы всё это переживёте, то круг сузится, и он просто разорвётся. И вот посмотрите, насколько красиво это всё выполнено. Я просто в шоке от того, насколько реализован этот мод. Всем советую, просто обязательно к прохождению. Ну и плюс ко всему мы получаем 6 типов вооружения. Было больше. И давайте их проверим. Ну, например, вот такая вот астропушка стреляет подобными атаками. И это весьма интересная механика, хоть и урон не совсем силён для того этапа игры, который вам пригодится для того, чтобы отфигачить этого босса. Вот такая вот эволюция от оружия на разбийника. Вот это вот оружие на призывателя. Довольно скучновато. Призывает такого вот маленького спрутика. Но атаки у него более-менее, мне кажется, презентабельные. Ну и плюс ко всему ещё броня, аксессуары. И поэтому убить Астрогильдона всё-таки стоит того. Ну и моё самое любимое оружие, это вот этот вот посох. Он, на мой взгляд, самая прикольная штука есть в этом моде из оружия. И вот ради этого стоит всё-таки формить этого босса. Ну и вот такая вот книжечка интересная. Она наводится на мага оружия. И вот такое вот оружие с метеоритами. Она просто фигачит всю поверхность вокруг с помощью землетрясений. Это весьма интересная механика. Но, правда, сражаться с боссами будет довольно сложновато именно из-за неё же. Ну и посмотрите на то, как местность вокруг становится просто вот такой вот закалённой. От того, каким образом вы махаетесь этой штукой. Следующий мод разукрашивает реликвии. И я бы сказал, что выглядит это всё намного лучше, чем в оригинале. Ну не знаю, на мой лично субъективный взгляд. И поэтому всем советую использовать именно его просто так для красоты, для эстетики. Много памяти он не жрёт, ни оперативки, ни системные. Но зато вы получаете вот такие вот прекрасные статуэтки, которые можно будет поставить дома и украсить его. В качестве памяти о том, чтобы победили босса в мастер-моде или в режиме смерти. Ну и да, поправочка. Вот меняются текстурки, только у реликвии Calamity Moda. У ванильной остаются те же самые. И это обидно. Ну и мы плавно переходим к нашумевшему моду под названием Inferno. Этот мод совместим и играбелен только с Calamity. То есть в ваниль вы просто в него не поиграете. Но можно и пройти в саму ваниль. В принципе не убивая боссов Calamity, не используя их инструментов, оружия, аксессуаров. И попробовать убить и ванильных боссов. Ведь они тоже получают переработку. Так вот, я вам так и не рассказал. Inferno Moda добавляет отдельную сложность в игру. Вот вы можете вот таким образом ее включить. И короче, если вы не мазохист, пожалуйста, не надо. Вот весь контент, который добавляется этим модом. Это вот такие вот призывалочки. Бесполезный предмет, потому что сложность переключается вот таким образом. И куча статуэток, которые падают с боссов, когда вы их убили в Inferno Moda. Для того, чтобы напомнить вам о том, насколько уже сильно вы себя ненавидите, себя и свои нервы. Ну и давайте хотя бы одного босса попробуем, например, лунного лорда убить в этом Inferno Moda. Да, я в God Moda, так бы это мне, пожалуйста, не напишите. Ну и давайте протестим, каким же образом меняются наши боссы. Спавним лунного лорда. И как вы видите, вот с такой анимацией он прекрасный появляется. Затемнение. Сейчас будет написано, типа, лунный лорд. Что-то там. Бабах. И нас перебрасывают вот в битву с ним самим. Он становится намного сложнее, чем раньше. Плюс ко всему у нас еще появляются вот такие вот барьеры по сторонам. И мы не можем сбежать из-за них. И дело в том, что битва становится, ну, в разы сложнее. Это не только с лунным лордом. Этот мод перерабатывает всех боссов, кроме Каламитас и Дрейдона. Почему-то их не затронули. Ну, видимо, они так сложны, что за, типа, их менять. Вот, как вы видите, его лазеры, хоть и стали более легкой атакой, вместе, скажем так, с ними. Но все же сама битва стала намного-намного более потной. И так со всеми боссами. Поэтому этот мод, если вы любите хардкор, я вам не советую, но на свой страх и риск, ребята. Если вам не жалко свои нервные клетки. Вот я бы не осилил лунного лорда с этим модом. Это еще только начало. Это еще не вторая фаза. Я вам сразу скажу. И, короче говоря, ну да, этот мод реально интересный. Реально идет битвы намного более эпичными. Намного более необычными для ванильной террарии. Но и более сложными. И, блин, это не рассчитано на обычного игрока. Это рассчитано реально на трейхарда, который будет там по 300 раз фигачить боссов, чтобы, наконец-то, их победить в инферном моде. И поэтому я бы сказал, что этот мод реально прекрасен. Но в меру. Зла употреблять этим модом явно я вам не советую. И, в конце концов, спросите себя, стоит ли вот эта вот штука того. Следующий мод это Calamity Mod Vanities. Эта штука не нагружает систему. Потому что здесь нет каких-либо мобильных сущностей, которые будут появляться, вам мешать. Здесь просто украшения и мебель, которую не добавили в Calamity Mod. Хотя надо было бы. И я вам этот мод тоже советую. Просто скачайте. Типа, много памяти не занимает. Много оперативки не жрет. Зато добавляет кучу интересных предметов. Ну вот, например, вот такой вот краситель. Я взял его именно отсюда. Это краситель дрейдона. Посмотрите, насколько сильный, конечно, теперь выгляжу. Да, это, в принципе, можно как-то комбинировать с другими красителями. И чтобы это будет получаться довольно интересно. Например, этот мод предоставляет вам огромное количество мебели, связанной с аурической тематикой, кровавой тематикой. Вот еще, например, фантомный. Это можно будет скрафтить уже после Лунного Лорда. Куча картин интересных, террариумов, различных шкатулочек, плюшевых игрушек и стен. Которых нет в Каламенте Мода по какой-то непонятной причине. Вот, например, здесь есть вот такая вот декоративная деталь, которую можно будет получить после убийства Бесконечной Пустоты. Ну, выглядит это все довольно, я бы не сказал, что прям супер, но прикольненько. И есть вот такая вот сфера, которая позволяет вам призвать декоративненьких дружков дрейдона. И они будут так вокруг вас летать, отвлекать вас от боя, но пофлексить перед другом, в принципе, можно. Если вы там убьете его, скрафтите эту штучку, это довольно интересная вещь для красоты чисто. Ну, или какие-нибудь видео снимать там с ней. Ну, короче говоря, этот мод лишним вам точно не будет, потому что мне он очень понравился. Он добавляет в Каламенте Мод то, что там должно было бы быть по праву. Тут даже есть максимально косо сделанная игра в пинг-понг, или как она там называется, неважно. Тут даже не засчитываются очки. Но прикол в том, что разработчик реально вложился сюда и душу вложил, свое время, и добавил то, что должны были бы добавить разработчики, по моему мнению. Но спасибо ему за такой прекрасный мод. Ребята, как выйти из этого говна? Ну и также давайте не буду церемониться, просто скажу, что здесь есть мод, который добавляет Мелис Мод в Каламити Мод. Вот, подай, его удалили, но если вы не хотите играть в гребаный Инферном, то возвращайте старый добрый Мелис. И такой непонятный аддон Metal Gear Rising Music, который просто добавляет музыку из Metal Gear Rising в Каламити Мод. Я не знаю, зачем он сделал, но для энтузиазмов этой игры я бы его все-таки посоветовал. Ну, прикольно, разок покатать под музыку из Metal Gear. Ну и также давайте не будем особо церемониться с подобными модами, как тот, который возвращает старые рецепты Каламити Мода, который убирает дебафы, связанные с отсутствием защиты, когда вас боссы фигачат, у вас защита уменьшается. Project.ru, как главный модификатор Каламити Мода, который я вам всем советую, если вы русский. Аддон, который коряво исправляет рецепты ванилы, не советую. Упроститель Каламити Мод рецептов, которые, ну, для таких ленивых людей созданы. Крафт Старого Зенита. Каламити Дификулт Баттенс, который добавляет такие вот кнопочки и для Джорнис Мода. Ну и Каламити Мод Экстра Мьюзик, который добавляет музыку от канала Энвей. Просто его музыка далеко не самая лучшая, но, в принципе, если вы хотите слушать ее на протяжении вашей игры, то тоже можете скачать. Мод, который позволяет боссам спавниться случайным образом. Не советую. Рофл Мод на Бамбл Бёрба. Рофл Мод, который просто говорит, типа... Короче, просто используйте, чтобы поржать. Ну и вот такой вот тоже интересный мод, который добавляет интерлюди. Это музыка, которую сочинил Докуру, но она не попала в игру. Ну а на этом у нас все. Я рассказал вам обо всех интересных модах, аддонах на Каламити Мод, которые я нашел, возможно, вы знаете больше. Но, опять же, это только моды и аддоны на версию 1.4. На 1.3.5 есть еще большее количество. Если вы хотите, чтобы я их тоже разобрал, пишите в комментариях об этом и ставьте лайки под это видео. Я буду вам просто безмерно благодарен. Ну а на этом все. Спасибо за внимание. Пишите свое мнение в комментариях. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok